Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это древняя столица феодального королевства, знаменита памятниками архитектуры, включенными ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Но многие старинные здания лежат в развалинах, а другие изрешечены пулями. Это незаживающие шрамы того, что здесь называют вторжением империалистов. 1968 год. Во Вьетнаме идут тяжелые бои. Противники не жалеют друг друга и не ждут друг от друга пощады. В 1954 году 17-я параллель разделила Вьетнам на север и юг. Лидер Северного Вьетнама Хо Ши Мин мечтает об объединении страны. Оскар Гилберт историк. Руководители Северного Вьетнама не признавали этого разделения. Их целью был единый коммунистический Вьетнам. В геополитическом плане война во Вьетнаме стала одним из эпизодов холодной войны между Америкой и СССР. Джеймс Маккей историк. США во Вьетнаме преследовали цель предотвратить расширение влияния СССР в этом регионе. Американцы опасались, что могут пасть режимы в Индонезии и на Филиппинах, и Азия станет коммунистической. К 65-му году в Вашингтоне зреет убеждение, что остановить вьетконговцев может только наземная операция армии США. 8 марта в Дананге высаживаются 3,5 тысячи морских пехотинцев и два танковых взвода. Партизаны не дают экспедиционному корпусу покоя ни днем, ни ночью. Засады, противотанковые гранатометы и фугасные мины наносят американцам тяжелейший урон. Боевым действием у Вьетнаме американские танки готовы не были. А если смотреть на вопрос шире, не готова была вся армия США. Американцы увеличивают контингент войск во Вьетнаме до полумиллиона человек и нескольких сотен танков. В течение трех лет американцы расширили военное присутствие в Южном Вьетнаме. Бытовало мнение, что вьетконговцы вот-вот перейдут в наступление. Крупномасштабное наступление действительно готовилось. Оно должно было начаться в 1968 году во время празднования Лунного Нового Года. Американцы и их союзники в Южном Вьетнаме возлагали надежды на свою огневую мощь. Считалось, что в обычном бою, в противоположность партизанскому, вьетконговцы будут разбиты. Январь 1968. Этот год станет переломным в ходе войны. Жители города Хюэ отмечают наступление Нового Года. Среди них тысячи вьетконговцев, пробравшихся в город поодиночке и небольшими группами. 31 января. Город сотрясают взрывы. Начинается новогоднее наступление. Вьетконговцы численностью 75 тысяч человек рвутся вперед на широком фронте. Развернутся бои и за город Хюэ. Американцы и их союзники будут захвачены врасплох. Скоро почти весь город будет в руках вьетконговцев. Для жителей Южного Вьетнама этот город имел огромное значение, как древняя столица государства. К защитникам Хюэ срочно перебрасываются подкрепления, включая танки М48 3-го танкового батальона морской пехоты. Джон Вэр попрал 3-го танкового батальона. Мы готовились воевать в джунглях, а не в городе. А попали в Хюэ. Некоторые здания там уже сгорели, другие еще полыхали. Бои шли буквально за каждую улицу и каждый дом. Мы получили приказ вступить в бой. И тут началось. М48 Паттон прекрасно подходит для танковых дуэлей. У него 90-мм орудие, а толщина лобовой брони 110 мм. Высокоманевренный на открытой местности, в городских условиях он крайне уязвим для противотанковых средств поражения. Альберт Эскивелл, младший капрал 3-го танкового батальона. Обычно имеешь хоть какое-то представление о том, чего ожидать и где будешь сражаться, а тут все было не так. Нас просто перебросили в Хюэ. А танки говорят, вас уже ждут, нужно так сказать. Мы заменили погибшие экипажи. И я стал стрелком-наводчиком. Танк был в жутком состоянии. Отчего еще ждать? Командиру экипажа пол черепа снесло. Так что там повсюду были следы засохшей крови. Внутри танков была кровь, даже иногда человеческие останки. И в этих машинах мы шли в бой. И тогда я подумал, боже, что с нами будет? Командир взвода нас предупредил, что, мол, имейте в виду, воевать будем в городе. В городских условиях танк может двигаться только по улицам, а значит, ограничен в маневренности и уязвим. Там-то вьетконговцы и поджидали танки в заранее устроенных засадах. Они высовывались из окон и бросали вниз взрыв пакеты. И когда впереди встречалось ожесточенное сопротивление, обойти их с флангов мы просто не могли. Оставалось только отступать назад. Проходят дни, но выбить вьетконговцев из Хюэ никак не удается. Огромное значение для США имел пропагандистский эффект того, что противник удерживал город, несмотря на все их усилия. Разрушение древнего города возмутило бы широкую американскую общественность, что служило дополнительным сдерживающим фактором. Поэтому экипажи американских танков были отнюдь не свободны в своих действиях. Мне на собственной шкуре довелось испытать то, о чем я слышал от ветеранов, и поначалу не верил, что иногда приходится запрашивать разрешение на то, чтобы ответить на огонь врага. Я думал, что так не бывает. Мы двигались по какой-то улице. Я смотрел в прицел и заметил вспышку из окна. И ветка дерева просто-напросто исчезла. Я смотрел на здание, и вдруг осознал, что стреляют по нас. Ветконговцы применяли противотанковые гранатометы. И при попадании снаряда в танк, экипаж погибал сразу. А командир экипажа велел мне ждать. Я ему, чего ждать-то? А он радирует и спрашивает разрешения. Вот мы сидим, огня не открывая, мы ждем, что из нас сейчас просто решито делать будут. Время словно застыло. Наконец, нам дали добро. Командир рта раскрыть не успел, как я уже всадил туда снаряд. И только через 27 дней лежащий в руинах Хьюэ оказался в руках американцев. Это стоило им многих жизни и прежней уверенности в победе. Скорой и непременной. Общественность Америки пережила глубокое потрясение. До наступления Нового Года политики твердили, свет в конце туннеля уже виден, коммунистический Вьетнам будет разбит. И тут выяснилось, что коммунистический Вьетнам вполне силен. И что свет в конце туннеля это скорее иллюзия. Великие танковые сражения Это горы в центральной части Вьетнама. О сражениях в далеком 68-м году напоминают останки подбитого танка. Именно здесь армия Северного Вьетнама впервые пустила в ход свои собственные танковые войска. Первые танки у них появились в 59-м году. Все это время шла подготовка экипажей. В первый свой бой эти танки пошли в 68-м. Это были советские ПТ-76. Легкие танки, плавающие. Это было удобно при пересечении границы между Северным Вьетнамом и Южным, которая часто проходила по рекам. И теперь танкам ПТ-76 предстояло поддержать атаку на военную базу США в Кхисане. Им предстоял марш из Северного Вьетнама через Лаос, а затем по Южному Вьетнаму до намеченной командованием цели. Считалось, что взятие Кхисане сделает возможным проведение более масштабных операций в северных провинциях Южного Вьетнама. А захват всех северных провинций был бы уже ощутимой победой. Дорога номер 9 Южный Вьетнам. Продвижение по этой дороге вьетконговцы начали в январе 68-го года. Пехота при поддержке танков нанесет удар по указанной цели Кхисане. Но вначале им необходимо снять лагерь спецназа Лангвей, расположенный в 10 километрах от Кхисане на дороге номер 9. На лагерь Лангвей брошены значительные силы в составе 2000 человек и 16 танков. Защищают его всего-навсего 24 зеленых берета и 450 местных ополченцев. Старший лейтенант Пол Лонгрир подразделения зеленых беретов армии США. Я получил приказ выставить людей на охрану периметра. Капитан мне сказал что в Лаосе видели танки вроде бы штуки 3 и 4. А я говорю а при чем тут мы? Мы в Южном Вьетнаме танков сроду не видали а что там в Лаосе это нас не касается. И вот мы заняли позиции и начали закапываться в землю. По лагерю Лангвэй открыла огонь вьетконговская артиллерия расположенная в горах. Мы у них были как на ладони и каждую ночь мы подвергались артобстрелу. 6 февраля 68 года лагерь Лангвэй окутала кромешная ночная мгла. Мы нутром ощутили что сейчас вот-вот начнется. Вьетконговцы ждут приказа вступить в бой. На острие атаки пойдут ПТ-76 198 танкового батальона. ПТ-76 советский легкий танк. Экипаж 3 человека. Орудие калибра 76 и 0,2 миллиметра. Но толщина лобовой брони всего 17 миллиметров. Применение танков в наступлении на Лангвэй ознаменовало переход к новой стратегии боевых действий. Речь идет о сочетании партизанских вылазок и операции регулярной армии. ПТ-76 вынырнули казалось бы ниоткуда возле проволочных заграждений защитного периметра застав американцев врасплох. Со мной в блиндаже был сержант. Он ко мне поворачивается. Можете не верить, сэр, но это танки. А я ему ты что, спятил? А ну-ка, пошли. Выбегаем мы наружу, а я слушай-ка, это же русские танки ПТ-76. Что за дела? Для борьбы с танками защитники Лангвэй могли полагаться только на безоткатное орудие М40 калибра 106 миллиметров. И тут бабах! М40 шарахнуло. Шедший впереди танк подбит. Перезарядили, подбили второй танк. Затем подбили еще один. Вскоре М40 расстреляют весь боезапас, но натиск вьетконговцев на бороняющихся не ослабнет. применение минометов в надежде остановить вторую волну танков успехом не увенчается. Один из танков движется прямо на Лонгри. У меня был одноразовый противотанковый гранатомет. Я укрылся за бруствером. снял оружие с предохранителя. Противотанковый гранатомет М-72 стреляет реактивными гранатами с бронебойной боевой частью. Достаточно мощными, чтобы прошить броню ПТ-76. Стреляю. Осечка. А тем временем ПТ-76 подбирается все ближе. Я взял другой и снова осечка. Беру третий целюсь туда, где, по моему мнению, сидит водитель. Я смотрел, как летит снаряд. Бум! По броне. и взмывает в воздух. Думаю, все, плохи дела. Граната отскочила от брони танка, но теперь его экипаж нацелился на бункер американцев. Вдруг танк остановился. И пушка поворачивается к нам. Пора было убираться из бункера. Северо-вьетнамцы применили против американцев их же тактику. Воспользовались превосходством бронетехники. Поражение было не за горами. спустя несколько часов Ланг-Вей практически полностью был под контролем северо-вьетнамской армии. Ланг-Грир с обороняющимися отступил к одному из последних пробежей обороны, к командному пункту. Это такой подземный бункер с рациями, связью и всем остальным. Не теряя времени, северо-вьетнамцы начали атаку на командный пункт. Мы услышали танк. Увидели, как он подъезжает. Но теперь они кое-что знали об этом танке. Я сказал, что не надо стрелять в лоб, надо попасть сбоку. взяли гранатомет. Бум! Бум! Этот готов. За ним еще один. Я выстрелил. Обездвижил. гусеницу, но он еще цел и поворачивает башню. Я выстрелил из гранатомета еще раз. Уничтожен второй ПТ-76 противника, но атака на командный пункт все еще продолжается. Еще танк. башня начинает медленно поворачиваться. Понятно, чего ожидать. Лангрид начал искать боеприпасы для гранатомета. Я начал спускаться и в ту же секунду взрыв. Меня закинуло прямо в бункер. В общем, для нас это стало началом конца. Танки северо-вьетнамцев заняли Лангвей. Американцы в бункере отказывались сдаваться. Они бросали в щели гранаты, стреляли в нас и вдруг танк. Танк заезжает на бункер. Земля осыплется с потолка, а он ездит. Скорее всего, северо-вьетнамцы считали, что обороняющиеся не выдержат, и многотонная стальная машина на крыше бункера заставит их сдаться. Но защитники лагеря не сдались. В отчаянии они запросили авиаудар по противникам, находящимся над ними. Это непростое решение. Принимая его, они готовы пожертвовать собой ради победы над противником. Лан увенчался успехом. Авиаудар вынуждает северо-вьетнамцев отступить. Американцы смогли уйти. Северо-вьетнамцы заняли Лангвей 7 февраля. Вьетконговцы потеряли 7 танков, но доказали, что бронетехника может одолеть американцев. Великие танковые сражения. После захвата Лангвея северо-вьетнамская армия сосредоточилась на важной цели американской базе Кхесань. Выжившие защитники Лангвея прибыли на эту базу. Потери 21 солдат из 24. Погибшие, раненые и пропавшие без вести. Но на базе Кхешань тоже было небезопасно. Она находилась под постоянным интенсивным артиллерийским обстрелом. База Кхешань была окружена. Северо-вьетнамская армия взяла ее в кольцо прямо перед детским наступлением. И по базе велись продолжительные артобстрелы. во время осады базы Кхешань на ней находилось более шести с половиной тысяч бойцов. А также танки М-48. Я вызвался сам хотел Кхешань сержант Клод Варга 3-й танковый батальон это был ад на земле. Усиленный батальон численностью 600 человек из дивизии северо-вьетнамской армии 325С приготовился к захвату Аванпостон в высоте 64 к западу от базы Кхешань. Эту позицию назвали каменным карьером. У каменного карьера была насыпь за которой в ряд друг за другом стояли два наших танка спрятанных от противника. Ранним утром 8 февраля 68 года северо-вьетнамцы подошли к позициям американцев. По ночам мы выезжали из укрытия и искали противников с помощью синоновых прожекторов. Они делали подкопы и туннели, пробирались вглубь наших позиций через укрепления, подбирались к нам вплотную. Саперы северо-вьетнамской армии бесшумно устанавливали взрывчатку у заграждений. Они могли пройти через заграждения как нож сквозь масло. Мы этого не ожидали. И вот северо-вьетнамцы начали атаку. Я услышал сигнал и знал, что он означает. И сигнальная ракета. Это был сигнал к подрыву динамита у заграждений. Северо-вьетнамцы начали обстрел базы из минометов и пулеметов. По нас вели плотный артиллерийский и минометный огонь. Пехота начала штурм позиций американцев. Это был аванпост, расположенный на высоте 64. Шансов у них не было. Моркехи покинули бункеры и начали отступление. Вскоре северо-вьетнамцы заняли позиции американцев. Но им кое-что мешало, а именно два танка. В таких местах, как Хешань, танки не могут удержать позицию, но они не дадут ее захватить. Американские танки обошли нападающих с тыла и открыли огонь по укреплениям, которые теперь занял противник. Надо было задать им жару, чем занялся весь типаж танка. Сделали около двадцати выстрелов. Вели огонь по бункерам, которые всего несколько минут назад были еще нашими. Наши танки выдали на горы. Северо-вьетнамцы вынуждены были отступить, но они успели уничтожить укрепление. Осадок Хишани продлилась до апреля. Погибли тысячи северо-вьетнамцев. Но вскоре американцы покинули базу, которую они так долго обороняли. Для США 1968 год стал самым кровавым годом войны. Погибло более 15 тысяч солдат. В Соединенных Штатах и по всему миру началась волна антивоенных протестов. В 1968 году американцы утратили желание сражаться дальше. Именно тогда народ понял, что цена за спасение Южного Вьетнама от коммунистов оказалась слишком высока. Именно поэтому количество протестующих граждан очень резко возросло. Народ Соединенных Штатов устал от войны, а северо-вьетнамцы продолжали сражаться ради победы. Северный Вьетнам разрабатывал новые планы наступлений и танки играли в них важную роль. Повстанцы Хо Ши Мина превратились в современную армию готовую к войне. 1969 год. Северо-вьетнамцы снабжали бойцов находящихся в Южном Вьетнаме, переправляя боеприпасы, солдаты, танки по тропе Хо Ши Мина. Серии транспортных путей, проходящих через джунгли. Тропой Хо Ши Мина называли путь, которым коммунисты пользовались для проникновения в Южный Вьетнам и снабжения своих сторонников. Американцы развернули линию огневых точек вдоль тропы Хо Ши Мина, чтобы помешать снабжению противника. Одной из самых удаленных точек был лагерь Бенхет. Он находился на центральном плато Тейн Гуэн в Южном Вьетнаме, а тропа Хо Ши Мина пролегала по Лаосу и Камбоджа. Бенхет был важной целью. Если бы северо-вьетнамцы захватили лагерь, он стал бы идеальной базой для действий по разделению страны на двое. Лагерь был расположен на трех холмах. Ближнюю к тропе высоту обороняли танки роты Б, 1-го батальона 69-го бронетанкового полка. В 69-м году северо-вьетнамцы решили захватить Бенхет. На острие атаки были 10 танков ПТ-76. По плану танки играли решающую роль. 3-е марта 1969-го года. В окопе на западной высоте находятся три танка М48. Мы окопались все как положено. Видно было только башню и пушку. Наступала ночь. Вокруг было тихо. Но вскоре американцы услышали шум моторов со стороны границы. В дозоре была группа спецназа во главе с лейтенантом капитан Джон Стовелл 69-й бронетанковый полк. Они доложили о танках. Мы включили устройство ночного видения и увидели, что к нам приближаются ПТ-76. Это было первое танковое сражение Вьетнамской войны. Если честно, мы их не ждали и были удивлены. Бен Хед это танковое сражение, притом случайное. Я не верю, что северо-вьетнамцы могли применить ПТ-76 против М48. Два северо-вьетнамских танка быстро выбыли из строя. Но третий открыл огонь по американским танкам. И тут я вижу как прямо в нас летит снаряд. Чем ближе к нам, тем больше он казался. Я думал, что он пройдет мимо, но ошибся. Он попал в нас. после попадания командир танка выбросил из башни. И меня тоже. Мы оказались в пяти метрах за танком. еще двух членов экипажа разорвало. Каждого на две части. Половина тела в танке, а вторую выбросило. Снаряд ПТ-76 вывел из боя один из танков М-48. Но танки продолжали оборону. Северо-Вьетнамцы начали отступление. Следующим утром на рассвете мы увидели, что уничтожили как минимум два танка противника. В течение следующих месяцев было предпринято несколько неудачных попыток захватить Бенхет. Но с первого танкового сражения началась эскалация конфликта. Использование северо-вьетнамской армии танков показывает, что они были готовы продолжать войну. К июлю 69-го года потери США во Вьетнаме составили более 40 тысяч солдат. Война не кончалась. 2-го сентября умер лидер северо-вьетнамцев Хо Ши Мин. Но его идеи продолжали жить в сердцах людей. Вы можете убить в 10 раз больше наших солдат, чем мы ваших, но мы все равно одержим над вами победу. Американцы начали мирные переговоры с Северным Вьетнамом и объявили о начале вывода войска. Принято соглашение о выводе из Вьетнама вооруженных сил США. Соглашение было составлено при участии Южного Вьетнама. Американские танкисты прибыли во Вьетнам, когда Соединенные Штаты ожидали быструю победу за счет превосходства в боевой мощи. Теперь они отправлялись домой. Северо-вьетнамцы превратились в настоящую армию. Их танкисты были готовы сыграть свою роль в объединении страны. Для американцев война закончилась, а для вьетнамцев она вошла в решающую стадию. Великие танковые сражения. В 72-м году Южный Вьетнам был вынужден защищаться без помощи США. Южно-вьетнамская экономика ослабла после вывода американских войск. Теперь им не хватало средств на оборону. А тем временем Северный Вьетнам усиливает свою армию и получает в помощь от Советского Союза и Китая новые танки. Эта помощь позволила им усилить армию перед следующей стадией. Они хотели одержать победу над Южным Вьетнамом в 72-м году. Весна 1972 года. Северо-вьетнамцы начинают крупное наступление, в котором принимают участие сотни танков. Рассуждая о Южном Вьетнаме, люди в первую очередь вспоминают о джунглях. Но там много мест, которые идеально подходят для танков. Особенно на севере. Танки бросили на те участки границы, где ожидалось наименьшее сопротивление. Северный Вьетнам впервые провел масштабное танковое наступление. В наступлении принимали участие 30 тысяч солдат и более 150 танков. На стороне защитников было около 30 тысяч солдат и десятки танков М48. 30 марта 1972 года. Северо-вьетнамская армия начинает наступление на границе. Солдат поддерживали два бронетанковых полка. В том числе и современные танки Т-54. Это советский средний танк, который идеально подходит для танковых сражений. Он вооружен 100-мм пушкой и оснащен 10-ю сантиметрами лобовой брони. При помощи этих танков северо-вьетнамская армия планировала быстро захватить города Хюэ и Куанг-Чи. Для этого танкам надо было пересечь мост через реку Кэ-Вьет у города Донг-Ха. Этот мост был важен из-за того, что по нему могли пройти танки. Захватив его, северо-вьетнамцы могли бы продолжить свое наступление на юг к Сайгону. Армия Южного Вьетнама отправила недавно сформированный 20-й танковый батальон оборонять мост Ку-Донг-Ха. 42 танка М48 должны были удержать мост любой ценой. Они заняли позицию на возвышенности перед мостом. Северо-вьетнамские танки подошли ближе. Вскоре северо-вьетнамцы оказались в зоне поражения. М48 открыли огонь по противнику и повредили 11 танков. но один Т-54 смог добраться до моста. Южно-вьетнамский солдат пытается остановить его. если мост будет захвачен северо-вьетнамцы продолжат наступление. Первый снаряд мимо. Остался всего один. попадание. Башню танка заклинило. Т-54 отступает. Защитники взорвали мост и остановили танки противника. Наступление продолжалось 7 месяцев. Северный Вьетнам потерял сотни танков, но захватил лишь десятую часть территории. Северо-вьетнамцы верили, что победа не за горами. В 75 они начинают еще одно наступление. Войска продвигаются к столице Южного Вьетнама Сайгону. 30 апреля Вьетнам покидают последние американцы, а танки 203 бронетанкового полка входят в Сайгон. Знаменитые кадры. Один из этих танков сносит ворота президентского дворца. Вьетнамская война окончена. На финальной стадии этой войны северо-вьетнамские танки играли решающую роль. В сражениях этой войны погибло более двух миллионов вьетнамцев. Военные кладбища не дают забыть о цене, которую пришлось заплатить за единство и независимость. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Алексей Войтюк. 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 Продолжение следует... Это город Хюэ, центральной части Вьетнама. Это древняя столица феодального королевства, знаменита памятниками архитектуры, включенными ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Но многие старинные здания лежат в развалинах, а другие изрешечены пулями. Это незаживающие шрамы того, что здесь называют вторжением империалистов. 1968 год. Во Вьетнаме идут тяжелые бои. Противники не жалеют друг друга и не ждут друг от друга пощады. Лунного Нового Года. Американцы и их союзники в Южном Вьетнаме возлагали надежды на свою огневую мощь. Считалось, что в обычном бою, в противоположность партизанскому, вьетконговцы будут разбиты. Январь 68-го. Этот год станет переломным в ходе войны. Жители города Хюэ отмечают наступление Нового Года. Среди них тысячи вьетконговцев, пробравшихся в город поодиночке и небольшими группами. 31 января. Город сотрясают взрывы. Начинается новогоднее наступление. Вьетконговцы численностью 75 тысяч человек рвутся вперед на широком фронте. Развернутся бои и за город Хюэ. Американцы и их союзники будут захвачены врасплох. Это был год самых кровопролитных битв во Вьетнаме. И в самом пекле неизменно оказывались танки. Существует заблуждение, что во Вьетнаме танки применялись редко. Командир мне... Слева, слева! Огонь! Американцы широко применяли мощь танковых соединений. И наши танки выдали на гора. Но бронетанковые соединения были и в армии Северного Вьетнама. И тут я вижу, как... Прямо в нас летит снаряд. В битве за будущее Вьетнама сошлись север и юг. Танк против танка. На завершающей стадии войны все решили танки вьетконговцев. Великие танковые... В 1954 году 17-я параллель разделила Вьетнам на север и юг. Лидер Северного Вьетнама Хо Ши Мин мечтает об объединении страны. Оскар Гилберт, историк. Руководители Северного Вьетнама не признавали этого разделения. Их целью был единый коммунистический Вьетнам. В геополитическом плане война во Вьетнаме стала одним из эпизодов холодной войны между Америкой и СССР. Джеймс Маккей, историк. США во Вьетнаме преследовали цель предотвратить расширение влияния СССР в этом регионе. Американцы опасались, что могут пасть режимы в Индонезии и на Филиппинах, и Азия станет коммунистической. К 1965 году в Вашингтоне зреет убеждение, что остановить вьетконговцев может только наземная операция армии США. Восьмого марта в Дананге высаживаются три с половиной тысячи морских пехотинцев и два танковых взвода. Партизаны не дают экспедиционному корпусу покоя ни днем, ни ночью. Засады, противотанковые гранатометы и фугасные мины наносят американцам тяжелейший урон. Боевым действием во Вьетнаме американские танки готовы не были. А если смотреть на вопрос шире, не готова была вся армия США. Американцы увеличивают контингент войск во Вьетнаме до полумиллиона человек и нескольких сотен танков. В течение трех лет американцы расширили военное присутствие в Южном Вьетнаме. Бытовало мнение, что вьетконговцы вот-вот перейдут в наступление. Крупномасштабное наступление действительно готовилось. Оно должно было начаться в 1968 году во время празднования Ла-Конг.